Всем привет! Сегодня я расскажу вам о египетском отеле Синбад Клаб, который находится в Хургане. Мы проанализировали тысячи отзывов туристов об этом отеле, так что нам точно есть что вам рассказать. Поехали! Вначале, как обычно, немного общей информации об отеле. Вы ищете недорогой, но хороший отель, чтобы отдохнуть с комфортом? Что ж, уверен, что вам будет интересен этот обзор, так как мы нашли самый оптимальный вариант для бюджетного путешествия и по цене, и по качеству. Отель Синбад Клаб предлагает вашим услугам комфортные и красивые номера, аквагорки для взрослых и детей, детскую игровую площадку, несколько великолепных подогреваемых бассейнов, а также несколько ресторанов с различными кухнями мира. На территории отеля можно поиграть в бильярд, настольный теннис и дартс, а в окрестностях можно заняться греблей на каное. Отель позиционирует себя как семейный, так что если вы планируете отдых с детьми, то этот отель можно рассмотреть для отдыха. Синбад Клаб имеет отличное расположение в одном из новых районов Хургады. Комплекс имеет 4 звезды, но тем не менее очень нравится многим туристам. Конечно, здесь есть некоторые недостатки, о которых я обязательно вам расскажу в этом видео. Друзья, если вы уже отдыхали в отеле Синбад Клаб, напишите в комментариях, понравился ли вам этот отель или нет. Рейтинг отеля составляет на гугле 4,6 балла, на букинге 8,8, а на трипедвизоре 4,5 балла. Узнать стоимость проживания и забронировать номер в этом отеле вы сможете по ссылкам в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Друзья, а прямо сейчас я расскажу вам о всех плюсах и минусах этого отеля. Но перед тем как начать, хочу попросить вас подписаться на наш канал и поддержать это видео лайком. Спасибо! Синбад Клаб Один из которых имитирует настоящий пляж. Все бассейны подогреваются, но обогрев включают только с конца ноября. Хотелось бы, чтобы у бассейнов было больше шезлонгов, так как не всегда хватает места для всех желающих. В отеле есть водные горки для взрослых и детей. И что немаловажно, есть специальный сотрудник, который следит за безопасностью на горках. Для развлечений также есть бильярд и настольный теннис, но в вечернее время можно было бы добавить возле них больше освещения. Также туристам не очень нравится маленький спортзал по сравнению с размерами курорта. Было бы хорошо добавить тренажеров и немного увеличить его площадь. Еще хочется несколько слов добавить о Wi-Fi. Интернет в этом отеле очень плохой и лучше приобрести сим-карту в аэропорту. Хотя, как я уже не раз говорил, это распространенная проблема многих египетских отелей. Кстати, отель находится всего в двух километрах от аэропорта Хургады. Если вы захотите отправиться за покупками в центр города, то вы без проблем можете это сделать, так как отель находится рядом с центром Хургады. Питание в отеле Sinbad Club очень вкусное и разнообразное. На шведском столе вы обнаружите множество салатов, закусок, горячих блюд, мяса, рыба и, конечно же, десерты. Также есть много разнообразных фруктов, как и в пятизвездочных отелях. Правда, есть и небольшие минусы. Например, наличие очередей и не очень хорошее обслуживание. Но, несмотря на это, столы в основном ресторане чистые и на них всегда есть столовые приборы. Кроме основного ресторана в отеле Sinbad Club, есть несколько ресторанов а-ля карт. Правда, отзывы о них не очень хорошие. Расскажу подробнее. Есть два ресторана – ливанский и азиатский. Ливанский ресторан не совсем соответствует названию, потому как блюда этого ресторана совсем мало похожи на ливанские. А вот азиатский ресторан понравился далеко не всем гостям, так как у многих после его посещения было пищевое отравление. Номера в отеле Sinbad Club очень красивые и просторные. Из номеров открывается приятный вид на красивый бассейн. Вот только, к сожалению, номеров с видом на море у отеля нет. Уборщики тщательно убирают номера, поэтому они всегда очень чистые. Но к номерам у меня есть много претензий. Например, занавески в номере практически совсем не защищают от солнца. Холодильник охлаждает слабо. А кондиционеры здесь безумно шумные. Вряд ли с таким шумом вы сможете нормально отдохнуть. Также в номере нет утюга, а в ванной в комнате нет вешалок для одежды. В номерах иногда бывает много комаров, поэтому подумайте об этом заранее, прихватив с собой фумигатор или любое другое средство. Также к минусам отнесу то, что в коридорах очень много шума из-за недостаточного количества лифтов. Персонал в отеле Sinbad Club дружелюбный, приветливый и отзывчивый. Все стремятся сделать ваш отдых максимально комфортным. Особенно гостям нравится персонал на ресепшене. Туристы отмечают, что им часто позволяют рано заселяться в отель и поздно выезжать из отеля. Я думаю, это абсолютное преимущество этого отеля. Гости также отмечают хорошую работу поваров, уборщиков, сотрудников бара. Кстати, в отеле даже носильщики разговаривают на английском, что очень приятно. Команда аниматора в отеле довольно хорошая. Ребята проводят неплохие вечерние развлечения. Единственный минус – это то, что на пляже утром и днем нет никаких активностей. Думаю, этот недостаток нужно исправить, потому как отдыхать у моря очень скучно. Лично мне хотелось бы фоновой музыки, даже если не проводится зарядка, фитнес, йога и прочее. Для детей в отеле Синбад Клаб есть все необходимое для отдыха. Замечательные водные горки, детский бассейн, площадка для малышей и различные игровые зоны. Вот только нет детского клуба и услуг няни. Честно говоря, я и не ожидал, что в этом отеле будет PlayStation для детей. Все-таки отель имеет только 4 звезды. На пляже песчаный вход в море, что тоже очень подходит для деток. Отель Синбад Клаб однозначно заслуживает вашего внимания. Здесь ухоженная и зеленая территория, вкусная и разнообразная кухня, красивые и просторные номера, а также потрясающие водные горки. И самое главное, отель считается бюджетным. Есть, конечно, и некоторые недостатки, но в целом отель потрясающий. Так что, если ваш бюджет ограничен, то однозначно стоит рассмотреть этот вариант. Друзья, но окончательный выбор всегда остается только за вами. И только вам решать, стоит ли лететь на отдых в этот отель или нет. А пока вы думаете, я рекомендую посмотреть также вот эти наши видео о других мировых отелях. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые обзоры. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч в новом отеле!